На этой неделе государство начнет выплату алиментной помощи тем семьям, где одним родителем воспитывается ребенок и растет он без поддержки другого родителя. Все подробности о том, как можно ходатайствовать об этой алиментной помощи, мы узнаем у вице-канцлера Министерства социальных дел Райта Кузе. Доброе утро. Доброе утро. Насколько мы знаем, помощь государства в выплате алиментов – это зарубежный опыт. И насколько он успешен? Можно сказать, что мы посмотрели на опыт Германии, на опыт Франции, Финляндии, Скандинавии. И сейчас построили систему, которая больше похожа на Скандинавию. Эта система довольно, скажем так, шедрая в этом смысле, что платежи из алиментного фонда возможны очень на длинное время. И видно, что это очень хорошо влияет на поведение должников, а также на счет всяких индикаторов бедности детей. Департамент социального страхования сделает первые выплаты семьям, в которых ребенок остался без поддержки одного из родителей 10 марта. В соответствии с новой схемой, пособие в размере до 100 евро будет выплачиваться ребенку, чей родитель уклоняется от уплаты назначенных судом алиментов. Государство впоследствии востребует эти деньги с должника. По данным за 2016 год в Эстонии насчитывается около 9 тысяч злостных алиментщиков, которые задолжали своим детям по разным оценкам от 15 до 50 миллионов евро. Прежде чем мы будем говорить о деталях, о том, как можно ходатайствовать об алиментной помощи, хотелось бы уточнить вот эту разницу в цифрах. 15 миллионов и 50 миллионов. В общем-то, разнятся данные довольно сильно. Но что мы сейчас знаем, это то, что у нас в размере 9 тысяч должников, и они должны детям где-то 16 миллионов евро. Что мы не знаем, это те случаи, которые еще в суде разбираются в этом смысле, и которые родители как-то между собой не решали пойти, например, в суд и так далее. Так что здесь очень много таких случаев, где мы можем только думать, там наверняка что-то еще есть, но мы не знаем по статистике, какие это самые реальные данные. Так что мы пользуем разные такие исследования на счет этого. Теперь давайте поговорим подробно, кто может ходатайствовать о получении алиментной помощи, что нужно для этого делать? Для этого нужно, в принципе, пойти в суд. Если родители между собой не могут справиться и решать, как воспитывать детей, когда они живут отдельно, тогда, в принципе, это надо делать через суд. Суд тогда решает, какова эта сумма будет алиментов, кто будет, сколько платит и так далее. И другие детали. И после этого у должника есть возможность добровольно выплачивать эти деньги ежемесяцно. Если должник не платит эти деньги, тогда можно пойти к судебному исполнителю. И судебный исполнитель уже начинает требовать эти деньги от должника. Если в течение 4 месяцев судебный исполнитель не имеет успеха, тогда судебный исполнитель может... Судебный исполнитель дает данные в департамент социального обеспечения и страхования. И департамент тогда будет выплачивать в размере до 100 евро алиментную помощь. Как долго департамент может выплачивать эту помощь? Ну, в принципе, это до достижения 18 лет ребенка. Или если ребенок продолжает учиться, тогда до 21 года. Каким образом высчитывается эта сумма? Вот мы говорим о том, что до 100 евро. Соответственно, она может быть меньше. По каким расчетам определяется эта сумма, которая будет выплачиваться государством? Это определяется так, что судебный исполнитель ежемесяц собирает эти данные, посмотрит, сколько или если должник платил какую-нибудь сумму, тогда, скажем, примеры так, что если должник платил, например, 20 евро в месяц, тогда департамент дополнительно платит 80 евро в месяц. Если должник платил 80 евро в месяц, тогда департамент платит 20 евро в месяц. Так что, чтобы всегда эта сумма, которую получает этот родитель или этот ребенок, это будет как минимум 100 евро в месяц. 100 евро имеется в виду, это сумма на одного ребенка, скажем. Да, на одного. Если родитель-одиночка распитывает нескольких детей, то все-таки сумма будет больше? Сумма будет больше. Это 100 евро на ребенка. Ну, давайте еще раз обратимся к статистике. У нас готов специальный график, и мы сейчас посмотрим, сколько у нас детей в Эстонии вообще воспитывается родителями-одиночками. И Андрею Титову я передаю слово. В целом, проблема неполных семей стоит в Эстонии довольно остро. У нас в стране насчитывается около 236 тысяч детей, причем порядка 50 тысяч из них воспитываются только одним родителем. То есть, по сути, лишь 79% детей живет в семье, где есть и папа, и мама. Если же говорить о родителях-одиночках, то в этой категории преобладают, что совершенно неудивительно, женщины. Мужчины среди родителей-одиночек составляют всего лишь 7%. Давайте вернемся к нашим пособиям и скажем о том, что сколько ходатайств было подано на данный момент. Уже известно, 10 марта сколько людей получится? Ну, мы знаем сейчас примерно. Примерно 1 тысяча заявлений. Это довольно большой номер, я бы сказал. Каким образом государство собирается впоследствии востребовать долг с тех родителей, которые не платят алименты, если этим людям даже суд не указ? Сперва мы занимаемся с этим, чтобы выплатить до 100 евро алиментную помощь для всех, которые имеют право на это. И потом государство будет требовать эти деньги от должников. И от должников есть разные возможности. Конечно, мы пользуем также систему судебного исполнителя, но можно и у судебного исполнителя, например, принимать некоторые дополнительные меры. Например, ограничить пользование права, отнять водительское право, например, и так далее. И так что, если должник должен уже должен государство, тогда и можно учитывать разные выплаты же пособия и так далее в этом смысле. Так что этот процесс, я бы сказал, что не очень такая разная. Это исполнительное производство, и просто требователь в этом процессе тогда будет государство. Родители-одиночки, которые заинтересованы в получении этой помощи, где они могут посмотреть более подробную информацию об этом? Более подробную информацию на веб-сайте Департамента социального страхования. А можно и связываться с своим судебным исполнителем. Так что всегда надо, чтобы в этом процессе был судебный исполнитель. Они уже знают, куда обращаться. Они уже знают, какие годы тесты и так далее. Спасибо огромное. Я благодарю Райта Кузе, вице-канцлера Министерства социальных дел, который рассказал о том, как будет получаться алиментная помощь, где воспитывается ребенок вне полной семьи.